у подъезда еще вовсю цветет львиный зев какой красавец я уже у себя в саду их покинула а здесь смотрите какой красивый цвет какие красивые цвета с пульвиного зева какая красота уже конец октября самый конец все уже замерзну они все еще цветут и георгиечки еще цветут здорово здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала сад чудес хризантемка еще цветет желтенькая еще лучше даже растила и нравится прохладная погода но у нас сегодня очень и очень холодно сильный ветер ночью да и сейчас он сильный в общем зима конечно надвигается уже заявляет о своих правах до укрыла розы вот у меня были пригнутые они мешочки положила еще конечно кирпичики разложила чтобы они были привыкли к лежачему состоянию вот положила мешочки все закрепила один цветочек не отрезала ну ладно сейчас отрежу у нас очень холодно завтра будет сегодня только плюс 5 градусов и сильный ветер завтра будет еще холоднее в общем зима идет укрываю пастелу цветочки еще вчера обрезала сегодня уложила сделала такие подставочки дуги чтобы ее снег не поломал и припудрила ее золой я много нажгла золы сейчас у меня много золы я везде стараюсь ее распылить и так вот переворошить чтобы она не улетела с землей я землю подсыпала и вот золой все вместе единственное что конечно меня волнует я землю ношу из теплицы но и там она не сухая сырая у нас столько дождей и столько сырости что в общем то конечно все сырое а скот я обрезала оставила 30 сантиметров это у меня чайно гибридная роза но очень коротко я ее все равно не обрезаю укрою сверху их вместе сейчас эту сделаю подставочку и здесь я уже все сделала и одним утро сельчика потом все это укрою а это у меня скот и подставочка у меня мало я использую дуги у меня такие не очень высокие дуги высотой 60 только я их под кабачки использую вот я крест на крест делаю дуги все так же опудрила золой и закрываю сейчас пакетик в этом году у нас подмосковье сырая осень очень сырая земля так пропитана водой я не помню за последние пять лет чтобы она так сильно была пропитана водой поэтому даже подсыпать это не получается сухой надо было конечно насыпать земли в мешки убрать там где она бы подсохла и и так было бы лучше конечно чем я сейчас ношу она все равно такая не сухая земля вот то что у меня было вот перегнойчик в мешке видите он сухой хороший но так я сделала только под три розочки и поэтому конечно если будет очень такая морозная вот сейчас сразу зима то сырость у корней не очень хорошо для роста что делать будем ждать весны то что было у меня от дождя укрытия надо крупнолистный карты я сняла видите у меня земля сухая она еще обветрилась их хорошее я проверила нигде ничего не осыпаю а это земля все хорошо закрыта землей еще там цветут у меня пьяночки и гвоздичка красная красота осенняя красота вот хорошо посмотрела все у меня хорошо все сняла я специально делала укрытие чтобы дождем не намочила землю теперь я укрываю лутросилом завтра у нас уже передают завтра послезавтра минусовую ну спонбондом укрываю в один слой карты укрыла спонбондом а сверху сейчас покрою еще пленочкой чуть-чуть хотя бы чтобы серединка была укрытая потому что сейчас первый снег он выпадет и будет таять я не знаю будет много снега или мало снега я не знаю какая еще будет оттепи и чтобы не промокло у меня все что я отбережно сохраняла я покрою сейчас тоже пленочкой а затем когда уже установится сильные морозы я пленку сниму и останется один спонбонд вот так поверх положила еще пленочку она края у меня не закрыла но хорошо закрыла середину и поэтому не промокнет а потом я стряхну снег и сниму и останется только один лутросил земли у меня много поэтому гортензии будет хорошо зимой и фиалочки покажу вам сейчас о какие фиалочки и гвоздичка цветут 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 несмотря на зверский холод уже здесь у меня пион молодой древовидный я его под баночку потом еще лутросильчиком укрою всего доброго октябринки цветут пишите ставьте лайки подписывайтесь с колокольчиком и я отвечу на все ваши вопросы пока 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 �